Кризис тяжело сказался на всех странах постсоветского пространства, прежде всего на таких странах, как Казахстан. Тяжелая экономическая ситуация, она, к сожалению, накладывается на очень серьезные геополитические проблемы, которые существуют сейчас, опять-таки, как для всех стран постсоветского пространства, так и в целом для всего мира. Здесь, к сожалению, имеет место даже эффект определенной наложения. Иными словами, тяжелая геополитическая ситуация, вызовы с этим связаны, накладывается на тяжелые такие вот процессы социально-экономические, и это все еще накладывается на проблемы, связанные с ростом терроризма, радикализации. Весь этот нарастающий комплекс проблем, его каким-то образом надо решать. И в рамках демократической традиции есть один очень хороший способ решать эту ситуацию, это получение правительством, руководством страны мандата на проведение дальнейших каких-то позитивных реформ. В данном случае я говорю о том, что механизм досрочных выборов, он в рамках демократической традиции вполне широко используется как раз для, как это говорится в мировой науке или там за рубежом, значит, для кризис-менеджмента, грубо говоря. Вот это мы и имеем сейчас. То есть речь идет о том, что правительство и руководство страны, президент страны в том числе в его взаимодействии с парламентом получит дополнительный мандат доверия народа для того, чтобы проводить дальнейшие глубокие экономические реформы. Совершенно очевидно, что выборы, они должны привести, во-первых, к обновлению политической элиты, существенной. Казалось бы, вот если достаточно предсказуемая победа партии Нур-Атан, просто в силу очень высокого личного рейтинга президента Казахстана, с которым эта партия связана, то о каком обновлении может быть речь? Между тем, если проанализировать списки партии, то мы увидим, что обновление идет очень большое. И здесь мы подходим к двум очень интересным особенностям, которые связаны с нынешней ситуацией в Казахстане. Политической в ее взаимодействии, внутриполитической в ее взаимодействии с внешним миром. Прежде всего, мы обычно забываем, что демократия, установление стабильной демократии, это прежде всего установление высокой политической культуры. Для этого нужны образованные современные элиты. И Казахстан, он является пионером в продвижении вот таких образованных, молодых, хорошо ориентирующихся в современном мире элит на всем постсоветском пространстве. И это является одним из очень хороших рецептов для избежания всякого рода явлений, как арабская весна. Потому что прекрасно известно, что одним из основных причин арабской весны, внутренних причин, был поколенческий конфликт. Досрочные выборы, как инструмент кризис-менеджмента, то есть получение правительством мандата доверия населения на проведение дальнейших реформ, это еще и идеальный способ сохранения межнационального мира и тех балансов, которые имеет Казахстан. Причем я подчеркну, что вот нам кажется иногда, что вот этот межнациональный мир, это что-то такое само собой разумеющееся, особенно вот в контексте советского интернационализма, там у нас есть большой опыт и так далее. Нет, это все совсем не так просто, потому что это же прежде всего очень сбалансированная внешняя политика Казахстана. Потому что Казахстан имеет уникальную, достаточно многовекторную внешнюю политику, которая позволяет ему сохранять как межнациональный мир и баланс между всеми группами внутри страны, так и баланс интересов внешних игроков. При этом все это строится так, что Казахстан, например, для России является наиболее надежным сейчас партнером в Центрально-Азиатском регионе. В условиях, когда идет ситуация, вот эта вот война в Сирии, ряд стран с Ближнего Востока, ну вот, прежде всего, Саудовская Аравия, Катар и так далее, они начинают пропагандировать такую точку зрения, что вот, дескать, Россия поддерживает шиитов на Ближнем Востоке. И на встречах вот президента Назарбаева с президентом Путиным, кстати, вот Казахстан, он как раз подчеркивал, что он будет делать упор, вот в рамках союзнических отношений с Россией, на как раз вот доказательство обратного, что у России очень хорошее отношение с суннитским исламским миром, поскольку вот Казахи и вообще большинство наших мусульман, они являются, вообще говоря, суннитами, и что вообще вся вот эта вот проблематика суннитско-шиитского конфликта Ближневосточного, она ни в коем случае вообще не может на нас переноситься, потому что это их конфликты. К нашему пространству постсоветскому они вообще никакого отношения не имеют. И в этой связи действительно можно отметить, что вот выборы, как инструмент такой кризис-менеджмент, они являются, кроме всего прочего, и инструментом поддержания вот такой вот межрелигиозной стабильности, межрелигиозного диалога и как бы диалога внутри, так сказать, исламского мира. И в этом плане Казахстан, я опять возвращаюсь к тому тезису, с которого я начал, он, в общем, является таким бастионом стабильности, который позволяет нам, России, минимизировать очень много рисков на том направлении, которое для нас является, в общем, сейчас очень таким опасным. Продолжение следует...